Ребят, всех приветствую на моем канале. Как у нас говорят, пришел марток, одеваю двое порток. Поэтому мы сейчас одеты очень тепло, погода не шепчет. И поэтому у нас сегодня речь пойдет о сене, о плохом сене, который нам привезли. Ребята, можно сказать, очень неприятная ситуация, нас обманули. И пойдемте, я сейчас вам покажу, что нам привезли. О, ужас! В общем, дело происходило так. Позвонили мы на Авито, увидели, что продают дешевые катушки, 700 килограмм. Всего за 2000 за одну катушку. Позвонила, в общем-то, ребята уверяли, что сено отличное, что сено просушено, все хорошо. Но мне насторожил один нюанс, что они были ненакрытые, то есть стояли всю зиму ненакрытые. Я спросила, в общем, но люди меня уверили, что катушки просто не промокают, ничего с ними плохого не случится. Вот, в общем, так как мы людей не обманываем и стараемся производить только хорошее впечатление, мы думали, что таких людей, как мы, тоже очень много. Оказалось, что это не так. Вот, привезли нам сено, сказали, ну промокло оно там на пару сантиметров, ну почернело. Ну, это ничего страшного, внутри оно хорошее, зеленое. К слову, отдали мы за катушки за эти, за 4 катушки, 10 тысяч рублей вместе с доставкой. Вот, и получилось такое разочарование. Ведь у нас не так много людей, которые готовы привезти сено. Вот. Не у всех есть права на трактор, не у всех есть возможность. В общем, сказать, что это сено плохое, это вообще ничего не сказать. Оно было замотано, вот такое вот ужасное, гнилое. Вот посмотрите, я вам сейчас покажу. Это вот, это вот все было внутри. Это было внутри катушки. То есть, пацаны уже заворачивали сено. Уже вот такое вот гнилое. Вот эти вот двухметровые былинки, которые вообще ни о чем. Посмотрите. Деваться, конечно, было некуда, и как-то жалко стало отказываться. Вот, все-таки они ехали. Ну, понадеялась, что внутри они все-таки хорошие. Но это, ребята, вообще... Как говорят верующие, всем мы у Бога на счету. И когда-нибудь вот такое вот нам прилетит просто. Ну, это вообще расстроилось, конечно. Для меня 10 тысяч еще сейчас на этапе моих вложений. Это довольно немаленькая сумма. Вот, посмотрите. Все в плесени, все. Вот. Я прям себя чувствую какой-то лохушкой сейчас вообще. Вот, пожалела людей. И выкинула деньги. Сейчас я вот копошусь. Мало того, что их очень сложно развязывать, очень сложно они сильно спрессованы. Хотя бы спрессовали нормально. Но вот это еще как-то более-менее. Да и вообще вот у меня возникло такое ощущение, что они просто уже с позапрошлого года лежат. Друзья, очень хочется людям портить карьеру. Но все-таки придется написать негативный отзыв на Авито. Чтобы просто простые, честные люди не попадались на такое. Это очень обидно. Вот. Сейчас я вам покажу свое сено, которое мы готовили сами. Вот. К сожалению, не было возможности наготовить очень много у нас. Мы не предполагали, что будет такой объем большой скотины. Вот. Поэтому сено готовилось на одну-две коровы максимум. Своими силами. Вот такая вот ошибка произошла. Надо было просто готовить сено самим. Вот. Ну да ладно. Пойдем дальше. Конечно, не хочется грести всех под одну гребенку. Есть у нас честные продавцы сена. Спасибо им большое за их честный труд. Которые каждую былиночку берегут. Накрывают эти тюки все-таки, если они планируют их продавать весной. Молодцы, ребята. Побольше бы таких. Вот. Смотрите, какая ромашка, мокрица. Зверобой. Где-то я видела очень много. Просто замечательно. Коровки уже даже не смотрят на то. Положила с ними рядом эту кучку. То сено они едят очень неохотно. Поэтому мой вам совет, дорогие друзья. Если у вас есть хоть малейшая возможность наготовить сено побольше. Вы всегда видите, что вы закатываете в рулоны. Вы всегда видите, как бы для себя, да. Что там в этом сене. Что вы косите. Что вы убираете. Как где-то оно подгнило. Где-то что-то. Где-то подпрело. А вот такую катушку проверить практически невозможно. Сразу вы ее не размотаете. А визуальный осмотр он практически вам ничего не дарит. Так что такие дела. Малышка. Вкусно или не вкусно? Гадость, да? Еле-еле жует. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк. Напоминаю, что проживаем мы в Липецкой области Устинского района, села Оксай. Пишите комментарии, если живете рядом. Если живете далеко, тоже пишите. Будем общаться с удовольствием. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...